Барочная музыка Барилии Антонио Вивальди, Клаудио Монтеверди, Джузеппе Тортини и другие. Музыканты, выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов, играют на старинных инструментах, вернее их копиях. Она отличается от обычной скрипки тем, что у нее, во-первых, другой строй, он на полтона ниже, чем у обычной скрипки. То есть если тут ми, ля, рассоль, то, соответственно, наоборот, скрипки все на полтона ниже спускаются. Это нужно для того, чтобы приблизиться к аутентичной манере, потому что в эпоху барока, предположительно, как раз играли вот в таком строе. Ну и по конструкции тоже. Вот смычок у меня более облегченный. Первый раз в нашем арт-пространстве будут звучать такие инструменты. И более того, я бы хотела сказать, наверное, это даже впервые в Пензе будут звучать именно барочные инструменты, исполняющие аутентичную музыку. Очень радует, что в последнее время артисты сами находят дом Бадигина и поступают запросы на то, чтобы организовать им концерт. В репертуаре «Аллюминис Артис» много разных программ. В Пензе трио представляет «Жемчужины барокко». Марина Шиганова, Никита Засыпкин и Валерий Харламов стараются передать манеру исполнения той эпохи. Перед тем, как скрипка, виолончели, клавесин зазвучат вместе, музыканты рассказывают слушателям о произведении его авторе. Итальянский композитор Изабелла Леонардо и ее соната. Она жила в монастыре, и, соответственно, она впитывала стиль церковного песнопения, который не мог не отражаться в ее собственном творчестве. Из Пензе трио отправится в Саранско-Ульяновск, где также исполнят композиции эпохи барокко. Продолжение следует...